Дорогие друзья и уважаемые товарищи, сочинцы, белореченцы, обширонцы и наши сограждане-соотечественники в Эстонии. Вы доверили мне представлять ваши интересы в Государственной Думе России. 2017 год не был простым и легким ни для нашего Отечества, ни для каждого из нас. Многие надежды и прежде всего на смягчение международной напряженности, на ослабление атак на Россию не оправдались. Но мы выстояли вместе с Россией. Уже совсем скоро мы соберемся за праздничными столами в кругу близких и друзей, чтобы поздравить друг друга с любимым и долгожданным праздником – Новым Годом. Нам есть о чем вспомнить в 2017 году. И не только в связи с блестящими успехами наших вооруженных сил в Сирии или, скажем, с небывалым урожаем и хорошими результатами собственного сельского хозяйства. Сочи и сочинцы нарастили прием отдыхающих, который достиг отметки в 6,5 миллионов человек в курортном сезоне этого года. Причем в горы, на Красную Поляну даже летом теперь едут с не меньшей охотой, чем на пляже и в санатории. Мы не достигли всего, чего хотели. Я имею в виду конкретные обязательства, такие как начало строительства школы на Мамайке и окончательное решение застарелой проблемы уборки и утилизации мусора. Но за год, набив шишки, мы здорово продвинулись по всем этим направлениям. И теперь есть полная уверенность, что в будущем году мы приступим к практическому выполнению этих обещаний. Хочется пожелать успеха и в непростой работе по составлению нового, полноценного генерального плана развития города-курорта. Процесс, который начался в уходящем году, я надеюсь продолжится впервые в истории нашего города на гласной и публичной основе. Со всем уважением к мнению самих сочинцев. В 2017 году новых результатов в открытии и развитии новых производств добился Белореченский район. Вы, дорогие белореченцы, знаете, что во многом это достигнуто трудами Ивана Ивановича Имгрунта, теперь уже бывшего главы района. Иван Иванович верой и правдой служил Белореченскому району 17 лет, и я не могу не сказать о нем доброе слово. Хочу заверить вас, что с моей стороны будет оказана вся возможная поддержка новой администрации района в решении стоящих перед Белореченским проблем. Газификации темпы, которые отстают от потребностей водоотведений, благоустройстве территорий и поддержании дорожной сети. Надо, наконец, завершить эпопею с вводом эксплуатацию Белореченского мусорного полигона. Не просто складывалась ситуация в Абширонском районе, где тоже, как знают земляки, продолжается смена кадров. Занятость, развитие присущих предгорею отраслей, прежде всего лесной и деревообрабатывающей промышленности, развитие туризма. Достичь успеха на пути к этим целям можно только общими усилиями на местном, краевом и федеральном уровне. Я надеюсь, что, несмотря на работу в Москве, в Государственной Думе, я не стал отсутствующим лицом в вашей повседневной жизни. Вместе с моими помощниками в Сочи, Абширонске, Белореченске мы провели в общей сложности 21 прием населения с момента выборов в сентябре 2016 года. Рассмотрели сотни обращений и, в свою очередь, добивались от властей, министерств и ведомств, конкретных чиновников ответа по существу на наши и ваши запросы. Двери приемных депутатов Государственной Думы от Сочинского округа всегда открыты для вас в Сочи, Белореченске и Абширонске. Не могу похвалиться этим в Нарве, в Эстонии из-за продолжающейся, по сути, русофобской политики действующих властей. Законы, над которыми я работаю в Государственной Думе, призваны облегчить положение наших соотечественников в ближнем зарубежье и, прежде всего, снять барьеры для получения ими российского гражданства. Дорогие друзья, впереди 2018 год со всеми его надеждами и испытаниями. Вскоре нам предстоят выборы президента Российской Федерации. Я уверен, подавляющее большинство из вас поддержит участие избранного вами депутата Государственной Думы в инициативной группе по выдвижению вновь президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Нам в Сочи и в Сочинском округе, быть может больше, чем кому-либо в России, есть за что быть благодарными Владимиру Владимировичу. Даже коней на переправе не меняют, а Россия сегодня совершает эту трудную переправу из недавнего прошлого, в котором с ней перестали считаться, в то будущее, где никто не посмеет унижать Россию россиян, как это происходит на наших глазах с нашими спортсменами накануне предстоящих зимних Олимпийских игр. Хочу пожелать вам счастья и здоровья, уберечь вас от потерь, войн и революций, пусть воспоминания о них останутся в столетнем прошлом. С праздником! С Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова